Музыка Говорят, лучше сделать что-либо и потом об этом жалеть, чем не сделать и жалеть об упущенных возможностях. Часто мы руководствуемся этим правилом, совершая покупки. Но так ли нам необходимо то, что мы приобретаем? С выбором товаров и услуг вам всегда поможет программа «Отличный выбор» и я, Ольга Преснухина. Мы начинаем. Как приобрести жилье? Выбрать новостройку или вторичку? Взять ипотеку? Или есть возможность попасть в госпрограмму? Каким должно быть ваше уютное гнездышко? Ответы на эти вопросы в рубрике «Переделка». Вопросы, которые касаются приобретения или продажи недвижимости, имеют массу особенностей и нюансов, в которых обычному человеку будет сложно разобраться. Когда появляется необходимость обратиться в агентство недвижимости, возникает вопрос – как же выбрать добросовестных риэлторов? На что необходимо обращать внимание? Смотрите, с кем вы заключаете договор в первую очередь. Потому что договор должен заключаться, на мой взгляд, именно с агентством недвижимости, а не с конкретным человеком. Потому что ответственность за сделку с человеком вам будет потом сложно спросить. А с агентством недвижимости проще? Все-таки это юрлицо, его найти проще и в случае каких-то форс-мажоров с ним проще взаимодействовать. Ну и опять же, крупные агентства недвижимости вообще не заинтересованы в том, чтобы в сделках были какие-то проблемы. Соответственно, а если они возникают, что крайне редко, эти проблемы исправляются, решаются. Обращать внимание на документы, зарегистрированы это юрлицо или нет. Это можно посмотреть на специализированных сайтах. То есть посмотреть, с кем вы заключаете договор и посмотреть, есть ли это юрлицо в специализированном сайте. Соответственно, посмотреть, кто является подписантом. Если человек по доверенности, обязательно запросить доверенность. Есть ли у организации доверенность на это лицо? Соответственно, если заключается договор с генеральным директором, убедиться, что подпись соответствует генеральному директору. Ну и вообще обращать внимание в общем на агентство недвижимости, где оно находится, что оно из себя представляет и сколько сотрудников работает в этом агентстве недвижимости. Потому что есть агентство недвижимости Однодневки, есть агентство недвижимости, которое работает небольшим штатом. Соответственно, им проще уйти в тени и пропасть, а крупному агентству невижимости это невозможно сделать. Приобретая жилье, тщательно все проверьте и доверьтесь профессионалам. Все учтенные моменты, проработанные детали дадут вам ощущение надежности и стабильности. Приобретая жилье, мы, конечно же, думаем, оцениваем, фантазируем, каким оно должно быть. Квартира в многоэтажке, небольшой дом, но с соседями или уютный загородный коттедж. Сегодня некоторые застройщики дают возможность купить готовые дома по цене квартиры. Коттеджное строительство возникает как вдали от городов, так и всего лишь в нескольких километрах от населенных пунктов. Давайте же заглянем на стройку коттеджа и посмотрим, как обстоят дела. Как поясняет руководство по продажам, здесь можно приобрести просто участок, либо строящийся дом, либо готовый дом со всеми коммуникациями. Что же это значит? Например, этот коттедж полностью готов к проживанию. Обращайте внимание на материалы, из которых сделан ваш дом. В данном конкретном случае крыша из металлочерепицы, дом из газосиликатного и облицовочного кирпича. Просторные помещения, теплые полы, несколько спален, несколько выходов на участок, есть интернет. На территории скважины можно установить видеонаблюдение, огороженное забором территория. Здесь хоть картошку с помидорами сажай, хоть аккуратно подстриженный газон. Можно завести и содержать животных. Что уж говорить о пикнике и шашлыке у дома или в близлежащих окрестностях. Расположение в пяти минутах от города. Новое жилье автоматически страхует вас от необходимости что-либо латать и ремонтировать. Еще одним преимуществом жизни за городом станет хорошая экология. Но у всего есть как плюсы, так и минусы. Недостатки загородной жизни заключаются в том, что со временем возникающие проблемы необходимо будет решать самому. Зимой чистить снег и летом косить траву. Ремонтировать дом, коммуникации, устранять неполадки и аварии придется самостоятельно. В то время как в городе за вас это сделают управляющие компании. Магазины, аптеки, больницы, детские сады, школы, работа. С одной стороны все это и не под рукой, но можно выбрать расположение коттеджа, где вся необходимая инфраструктура окажется рядом. Но тут тоже важное условие. Необходимо иметь личный транспорт. Так что взвесьте все за и против и делайте свой отличный выбор. У тех, для кого становится актуальным квартирный вопрос, не всегда есть необходимая сумма для приобретения жилья. Поэтому одним из решений может стать ипотека. Но как же действовать после принятия данного решения? Отправляться в банк самостоятельно или оформить всю сделку по покупке недвижимости через риелтора? У нас сейчас очень сильно идет связка банки и агентства недвижимости, крупные агентства недвижимости, крупные ассоциации. Имеют преференции перед банками, поскольку мы даем достаточно много заявок. Банком серьезным, то они готовы нашим клиентам делать скидки по ипотеке. Что нужно знать перед покупкой квартиры? Можно разобраться самому, а можно обратиться к профессионалам. Государство предоставляет очень много возможностей. Есть очень много специальных программ. Есть программы льготной ипотеки для семей с детьми. И это направление только будет развиваться. Для многодетных семей сейчас льготную ставку рассматривают. Есть льготная ипотека для приобретения новостроек. То есть, если люди хотят себе новое жилье, то для них специальные ставки. Есть специальные акции от застройщиков. Когда застройщик платит за вас ваш кредит, и получается, что на время стройки вы платите только тело кредита. Такие акции тоже есть. Кроме того, многие даже не знают, что, например, семьи с детьми, которые рождены после 2018 года, семьи, где не один ребенок есть, у них есть право на то, чтобы государство закрыло для них кредит. Это так называемый отцовский капитал. Когда помимо материнского капитала, про который, естественно, уже сейчас все знают, есть еще отцовский капитал. И просто вот по моей практике многие люди даже не знают о том, что у них есть на это право. Его гораздо более легко получить, этот отцовский капитал. При этом не нужно ни перед кем отчитываться, не нужно выделять доли детям. Можно строить дом на эти деньги, можно покупать дом на эти деньги, можно ипотеку гасить. То есть, там гораздо более широкий спектр, куда можно использовать его, гораздо проще взять. Если мы говорим дальше о господдержке, мы должны отметить, что есть различные государственные субсидии. Это субсидии от государства на расселение аварийных домов, аварийное ветхое жилье. Программа жилища, когда люди живут в стесненных условиях. То есть, большая семья живет в маленькой квартире, она имеет право на улучшение жилищных условий, государство им поможет. Есть специальная программа, долгое время в нашей регионе действует, это программа «Молодая семья», когда государство помогает молодым семьям улучшить свои жилищные условия. Есть специальная программа для военнослужащих отдельно еще. Продолжаем про военных, то это военная ипотека. Когда, если военнослужащий служит от 10 до 20 лет, в зависимости от места службы, Министерство обороны гасит за него ипотеку, за ту квартиру, которую он приобрел. Вот это тоже, соответственно, помощь государства. Материнский капитал, я упомянула уже. На мой взгляд, очевидно, что его нужно использовать на улучшение своих жилищных условий. Такая сумма, как сейчас его проиндексировали, он более 600 тысяч рублей. Это достаточная сумма, если вы живете, уже у вас есть какая-то недвижимость, даже комната в коммунальной квартире. Этой суммы достаточно в нашем регионе, чтобы улучшить свои жилищные условия кардинально. Живете в однушке, можно переехать в двушку, из двушки в трешку и так далее. Говорят, кто действительно хочет, тот ищет возможности. Не останавливайтесь перед желанием приобрести жилье своей мечты. Советы экспертов вам в помощь. Агентство недвижимости «Атмосфера» – все операции с недвижимостью. Ждем вас по адресу город Ярославль, улица Депутатская, дом 3, офис 11. Обращайтесь по телефону 66 35 33. Газетная бумага и картонные коробки могут разлагаться в природе до одного года. Некоторые металлы – до пяти сотен лет. Поэтому, выбрасывая старые вещи, задумайтесь, какой ущерб наносите природе. Ведь многие из нас мечтают оставить после себя след. Но поступки должны совершаться во благо, а не во вред. И может, стоит подарить ненужному хламу вторую жизнь. Здесь, например, принимают макулатуру. Принимаем все виды бумажных изделий – картон, книги, журналы, газеты, офисную бумагу. В дальнейшем мы это сортируем, прессуем и отправляем на комбинаты. Частные лица и организации могут сдать макулатуру, при этом не загрязнять окружающую среду. А еще старые никому не нужные вещи привозят на производственные участки по заготовке лома черных и цветных металлов. Этот участок местами похож на склад, местами на прилавок антикварных вещей. Сегодня принимаются все виды цветных металлов. К цветному металлу относятся медь, латунь, бронза, никельсодержащие лома, алюминий. Непосредственно алюминий может подразделяться на сортовой. Это пищевой алюминий, электротех, микс, алюминий моторный. К никельсодержащим ломам относятся нержавеющие сплавы, сплавы жароупоров, сплавы нихрома. Сорта медные, как лом-микс и лом-стружки. Отсортированный лом черных металлов с помощью большого железного рукава загружается в фуру. На этом участке мы занимаемся приемом лома черного. Здесь мы его складируем, сортируем, частично перерабатываем и отправляем на дальнейшие металлургические комбинаты. Сюда отправляется старая бытовая техника, автомобили, прицепы, старое производственное оборудование и не только. Если хозяевам старых вещей сложно самим их сюда привезти, помогут специалисты. Опытная бригада специалистов, которая занимается демонтажом сооружений, металлоконструкций, зданий. Есть специальная техника с манипулятором ломовоза, которая приезжает, сами в себя грузит. Отсюда металлолом отправляется на металлургические комбинаты на переработку. Но не только фуры перевозят металл. Старые металлические вещи отправляют на баржи. Так за один раз в среднем можно отправить на переработку и 20, и даже 100 на речном судне – 1000 тонн. Компания «Союзметалл» примет от населения и юридических лиц макулатуру, лом черных и цветных металлов. Дорого. Деньги сразу. «Союзметалл». Город Ярославль. Телефон 93-93-66. 93-93-66. Деньги сразу. В этом году в центральной части России стоит аномальная жара. Такая погода влияет на наше самочувствие и на наш сон. Залог комфортного сна – не только удобная кровать и качественные спальные принадлежности, но и окружающая температура. Спать с кондиционером или вентилятором решаются не все, поэтому спасает открытое окно и текстиль с охлаждающим эффектом. Чтобы не потеть и не перегреваться во время сна, влага и тепло должны отходить, а не скапливаться. Гелевые нити и капсулы в составе тканей позволяют поддерживать более низкую температуру тела. Они помогают расслабиться и быстро заснуть за счет охлаждающего эффекта. В коллекции магазинов города есть отличные разработки с эффектом охлаждения. Перед нами анатомическая подушка с гелевыми капсулами. Наполнитель подушки – эластичная пена с функцией памяти. Это означает, что подушка подстраивается под человека и принимает ту анатомическую форму, которая необходима для правильной поддержки головы и шеи без давления. Давления нет, напряжение с мышц снимается, тем самым улучшается кровообращение шейного отдела. Давайте раскроем и посмотрим. На такой подушке комфортно спать как на спине, так и на боку. Поговорим, конечно же, и про гелевые капсулы в составе ткани. Это очень хорошие проводники тепла. Они позволяют поддерживать низкую температуру кожи головы и унижают выделение пота. Подушка не так сильно нагревается и быстро остывает. За счет этого, даже когда переворачиваешься на другой бок, подушка успевает остыть и становится прохладной. Засыпается на такой подушке действительно легче и приятнее. Такие подушки полностью гипоаллергенны. Их можно подобрать и для маленьких детей. Давайте поговорим о наматрасниках и наволочках из охлаждающей ткани нового поколения, состоящей из смеси обыкновенных нитей и нитей с охлаждающими элементами, которые обеспечивают стойкий эффект прохлады. Визуально и чехол на подушку, и наматрасник похожи на стеганное полотно. Они очень мягкие и приятные на ощупь. Поэтому использовать дополнительные наволочки или простыни не обязательно. За счет стеганной текстуры вы также получите приятный массажный эффект. Даже если просто провести по чехлам рукой, то и правда ощущается легкий холодок. Волокна для такой охлаждающей ткани изготавливаются из вещества, которое не нагревается выше 24 градусов. Именно поэтому охлаждающие чехлы всегда поддерживают довольно низкую температуру головы и всего тела. Это избавляет вас от избыточной выработки пота, тем самым улучшается состояние кожи. Также охлаждающая ткань помогает коже выглядеть здоровой, отдохнувшей и даже снимает отеки. Товары, произведенные с применением специальных охлаждающих материалов, не просто трендовое предложение жаркого лета. Засыпать на таких изделиях комфортнее и проще. Вы сможете продлить фазы глубокого сна. Перестанете просыпаться по ночам и выспитесь за меньшее количество времени. Ваш опорно-двигательный аппарат и нервная система получат бережную заботу. И это, конечно же, подарит вам прекрасное самочувствие, внешний вид и отличное настроение на весь день. Наслаждайтесь летом вместе с текстильным центром Рио. Товары для сна с эффектом охлаждения подарят вам комфорт, прохладу и свежесть даже в самую теплую погоду. Текстильный центр Рио. Приглашаем! Откажитесь от вредных привычек, ведь прекрасный облик – это здоровый облик. А еще больше активности воды и правильное питание. Все, начало здоровому образу жизни положено. Ну и еще несколько важных советов в рубрике «Жизнь дороже». Огурцы – низкокалорийные овощи с большим содержанием витаминов и питания. Питательных веществ. Томаты, содержащие витамины А, В2, В6, ЕК, также содержат важный оксидант, обладающий противораковым действием. А еще яблоки, зелень, мясо, молоко, сыр. Покупая продукты питания, нам хочется, чтобы сельхозпродукция не содержала пестицидов, ядовитых химикатов. И чтобы мясо, употребляемое в пищу, не было выращено на антибиотиках или гормонах. Как же быть уверенным в качестве еды? Давайте заглянем на ярмарку. У нас сыры, колбасы, консервация, все хорошее, отличное. Ну это слова, а как же их проверить? На самом деле, перед тем, как попасть на прилавки, продукция ежедневно проходит лабораторное исследование на содержание вредных веществ и наличие паразитов. Ну а для предпринимателей, готовых предоставить свои качественные товары и услуги, создадут все условия для размещения на территории и удачной торговли. И помните, каждый продукт питания или качественная услуга дарят вам жизненные силы и здоровье, поэтому очень важно, чтобы торговая точка предоставляла гарантию потребителям. Углический рынок приглашает покупателей и к сотрудничеству предпринимателей. Сдаем в аренду торговые площади. Адрес Углическая, 4А. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Более востребована у покупателей. Сегодня рынки, ярмарки и уже даже магазины – это площадки, где реализуется импортозамещение. Ну и как же самому проверить, а точнее убедиться в качестве продукта? Любая продукция, которая приобретается, может быть любым приобретателем, покупателем, быть проверена прямо на рынке, потому что имеется своя лаборатория. То есть любая продукция, которую потребитель хочет приобрести, он вправе потребовать или попросить провести какой-то анализ и, соответственно, прямо на месте будет проверена и дана уже оценка непосредственно. Когда продукцию привозят каждый день и объемы большие, имейте в виду, в торговой точке всегда можно купить свеженькое. Давайте обратим внимание, каков же ассортимент на прилавках города. Овощи, фрукты, сухофрукты, выпечка, кондитерские изделия, молочка, колбасные изделия, полуфабрикаты от фермеров, рыба и, конечно же, мясо. Свинина и баранина, и печень, и ливер, все-все. Начиная от ребрышек, кончая мякотью, всякими духовными филейками, грудиночкой, лопаточкой, спиночкой, шейка, мякоть. То есть все есть в ассортименте. Обратите внимание, вот поставщики и импортеры продуктов питания, а вот фермеры и местные производители. Подходите к выбору ингредиентов праздничных блюд тщательно, ведь залог отличного времяпрепровождения – качественные, сытные и разнообразные кулинарные шедевры. Покупки в интернете, обилие торговых центров и максимально дешевых и доступных товаров превращают шоппинг в развлечение. Становится уже не важно, что мы покупаем и лишь получаем удовольствие от самого процесса. Как следствие, дом забитый хламом и ненужными вещами. С выбором товаров и услуг вам всегда поможет программа «Отличный выбор» и я, Ольга Преснухина. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!